Да, розы завяли, но для меня вот даже завявшие розы вот такие, они красивые, поэтому рука у меня... Расскажите мне, девушки, как научить мужа выбирать букеты для себя? Он постоянно покупает, ему всовывают цветы немножечко гниловатые. Этот букет тоже пришлось мне раз потрошить, потому что вот белые были вот такие поломанные, поэтому положила в маленькую вазочку. Вот эти не очень свежие, еще куча тут всякого укропа было рядом, огромный пакет. Короче, я не знаю, за что такие деньги. Флористы тут не очень, ну, в основном в общей массе, конечно, есть крутые профессионалы, но идеальный букет это, который ты соберешь сама. Вот эти розы он покупал, в принципе, они долго стоят неплохо, но я заметила во многих розах вот здесь серединки гнилые, они подгнивают изнутри. Ну, вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Посмотрим, какие новиночки есть в Сифори. Значит, вот такой Азару, очень классный вот этот Аква Диджо Парфам. Очень интересный, дорогой такой запах, гераниум, пачули, ветивер. Кто любит Армании Аква Диджо, рекомендую протестить. Стоимость 40 миллилитров 75 евро, 75 миллилитров 107 евро. Шикарные ароматы. Вот этот Лен Воль Кортье. Аша. Черный и обычный, идеально. Классный парфюм. Вот этот Фантом Пакарабан. Ну, вот эта детская такая упаковка, ну для кого это? Странно. Стоимость Ив Сен-Лоран. Ив Сен-Лоран Мен. Значит, на фреш 114 евро. 100 миллилитров. 60 миллилитров 88. Обычный 120 евро туалетная вода. И парфюм уже пошел 92 евро и 126. Это любимый парфюм моего мужа, я постоянно ему покупаю. Ну, или он сам. Кстати, я не знала, что в Ив Сен-Лоран еще есть вот такие новинки или нет. Курос. Курос Бадди и опиум. Я не знала, что они еще производятся. Самый лучший парфюм Ив Сен-Лоран. Это, по моему мнению, я его обожаю. Ну, на жару можно брать вот такой. Он чуть-чуть полегче. В Хлое появился новый парфюм. Хлоя. Роуз Натюрель Интенс. 85 евро 30 миллилитров. Такая свежая-свежая роза. Зеленая или утренняя. Очень приятный аромат. Выросли цены на Том Форд. 50 миллилитров 132 евро и 189 евро 100 миллилитров. Для меня это идеальный вариант на лето, на жару. Необычайный аромат. Очередной новый Интердито Дживанши. Очень сладкий, смородиновый. Ну, все то же самое. Те же на манеже, только разное исполнение. Он вкусненький, он хороший. И цена, в принципе, адекватная. 92 евро 50 миллилитров, 80 миллилитров 115 евро. Ну, более-менее для люкса. Кстати, впервые затестила этот аромат от Герлен. Это Инселенс. У кого есть метеориты Герлен, такая пудра в шариках, это вот аромат этих метеоритов. Интересный такой, в меру тяжелый. Более вечерний или на прохладную погоду. Тут настоящая фиалка, немножечко розы, немножко зелени, вкусный парфюм. Это серия Герлен для пяти Роб Нуар. Это все перекликается с Дживанши и Резистабл. Та же гамма, те же ноты. Очень похожие ароматы. Мне кажется, при слепом затесте я бы их не отличила. Вот такая новая экоупаковка у Герлен. Это бумага. Может быть, даже переработанная. Не знаю, надо будет почитать. То есть, вы покупаете вот такой аромат, а он идет уже упакованный вот так. Очень красивая такая пчелка. Все как положено. Это Герлен. И новинка Верме. По адекватной цене, кстати. 92 евро 50 миллилитров. Жардан Ситер. Значит, очень похож на Сады Нила. Но добавили сюда желтые цветы и мед. Очень интересный. Но мой любимчик это Сады Нила. Немножечко я свою коллекцию парфюмов израсходую и куплю снова себе соточку. Кстати, сейчас очень хорошая цена на сотку. 99 евро всего. Очередная новая Каролина Эрера Good Girl. Туфелька. Сейчас я посмотрю. Вкусная, легкая такая шипучка. Бабулгам. Илан-Гиланг. Пион. Ваниль. Да, так оно и есть. Такой розовенький, розовенький девчачий парфюм. Сладенький, вкусный. Будет нравиться парням. Новинка от Кинзо. Кинзо Абсолют. Тот же Кинзо. Вот как этот. Как классика. Вот этот вот. Добавили немножечко приправ, пряностей. Более такой насыщенный. Но не особо изменился. Также новинка у Прада. Новый парфюм. Парадокс. Ноты Нероли. Амбра. И мусс. Мюск. Ничего такого запоминающего. Интересный. Когда-то я любила очень сильно этот парфюм. Не цедр, а ирис. Инфюжн Де Ирис. Я даже купила себе 400 мл в бутыль. Такой огромный. Но потом его успешно продала. Что-то в Прада мне не нравится. Какие-то ноты. Индольные вот эти что-то. Знаете, вот. Как мы называем их сцаки. Вот это вот мне не понравилось. И у меня есть маленький бутылек. Миллилитров 50. Я его еле-еле на себя. Какое-то время в погоду дождливую использую. Все остальное добиваю. Не нравится. Очередная новинка от Родригеса. Опять. Forever. Что на этот раз? Все тоже. Все тоже. Добавили больше мусска. И опять новинка. Тот же Родригес. Разбавленный молоком немножечко. Пакура Банда детей. Blooming Pink Fame. Наверное, вдохновлялся Леди Гага или кем. Я не знаю, кто моден сейчас. Очередная Бритни Спирс. Косметика. Из Телаудер появился новый тон. Дабл-вэр. Спф-20. Цена 57 евро. Знаменитый W в стекле. Тоже 57 евро. В Lancome появился новый тональный. Тоже и доль. Но Care and Glow. Пишут, что добавили сыворотку и все такое замечательное. Не знаю. Цена 56 евро. Еще есть и доля Ultra-V. Более стойкий. Обычный Tane Miracle 56 евро. И Tane Idol Ultra-V, который в форме стика. Самый любимый мой тональный. Это обычный Tane Miracle. У меня оттенок 0,10. Просто идеальный. В Yves Saint Laurent такая новинка. Новая тушь. Lash Clash. Ну, очень большая щеточка. Я такими не пользуюсь. Неудобно мне. 41 евро. В Dior только новые помады. Dior Addict. Вся палетка. Есть тестеры. Я помады не люблю. Dior. Максимайзеры поменяли. Упаковочку сейчас. Плампер 0,1. Вот в таком дизайне. Лучший блеск для губ. Цена не гуманная, конечно. Так он идеальный. И здесь он стоит сколько? 44 евро. Шанель. Вот такая новая тушь. 52 евро. Так открывается. Интересно. Решила заснять, показать вам вот эти карандаши для век от Шанель. Первый оттенок 10, второй 48 и оттенок 54. Оттенок дальше 928, шикарный. И оттенок 38, который синий. Коричневый оттенок 20 и темно-синий оттенок 30. Последний оттенок 36. 928 просто с ума сойти. Я его хочу теперь. Стоимость карандаша 33 евро. Это водостойкий. Дальше вот здесь на руке у меня оттенки 66, 71, 62, 69. Это крейон коль. Они по 29 евро, кажется. И сейчас затестим карандаши для губ по 35 евро. Начинаем с красных оттенков. Первый 184, второй 178 и 182. Дальше оттенки 192, глубокий винный. Очень удачный 158 нюд, без рыжины. И 196 коралловый. Сразу скажу, что он наносился плохо, с проплешинами и какие-то блестки в нем непонятные. Так что не рекомендую. И два вот таких оттенка, которые я нанести не могу. Тестеры поломаны. 164. Удачный оттенок сразу могу сказать. Такой персиково-коралловый, более розовый. И 152. Это белый прозрачный, для того, чтобы подвести губы, увеличить их. Еще раз смотрите на карандаши. Я потерла, никуда они не идут. Сильно-сильно, когда уже терла, немножечко двигается он. Необычные карандаши, очень удачные. А вот рядом нанесла карандаши сисли, которые, кстати, стоят 42 евро. Видите, как они сразу размазываются. Вот и разница. Заодно потестируем вот эту водичку демакияж для водостойкого макияжа от Сифора. Идеально. Вот такие лимитки сейчас в Герлен. 41 евро. Помады. Красная тема. Вот вельвет металл. Дальше сатин. И первый это вельвет. Роскошные помады. Ничего не скажешь. Роскошные. Это палетка теней. 81 евро. Сделаем за тест. Красивая. Так, ну все. У меня руки закончились. Свободные. Кому что интересно из новинок. Если у вас нет доступа к этим маркам или нет Сифоры, скажите, я протестирую что-нибудь. Буду разбираться еще вот в такой бюджетной косметике. А то еще подумайте, что я богачка. Может какие-то найду классные-классные продукты здесь. И вам буду показывать. Ну вот, например, вот эти кисти. Фирма вот такая Клоус. Какие же мягусенькие. Я думаю, что румяна наносить будет одно удовольствие. Посмотрим на цену. Посмотрим на цену. А тут нет цены. Ага, вот цены. Ну, тоже не очень бюджетно. Так, а вот здесь в магазине Април обнаружен даже вот такой консилер. Держится 24 часа. Увлажняющий. Ла-ла-ла. Ну, вот сразу разница. Вот такой же тональный. В магазине Април 53,90. Если у вас нет карты скидочной сифора, то в этом магазине будет дешевле. Набор Lancome. По очень выгодной цене. 88,50. Полноразмерная сыворотка и миниатюры крема. Значит, это дневной крем и крем под глазами сияющий. Клоранс масла. Вот эти Comfort Oil вышли в разных оттенках. По-моему, раньше их было гораздо меньше. Цена 28,50. Очень хорошее масло. Такое же в Dior. По-моему, 44. Разницы никакой нет совершенно. И вот такая новиночка. Лип стейны. Это стейн для щек, для лица, для губ. 29,50. Вот такие разные оттенки. И один оттенок вот даже с такими блестками. Еще есть масло более интенсивное. Я так понимаю, что это уже не прозрачное. А покрытие более такое лаковое, что ли. Разные оттенки. Даже вот такой оттенок есть. 29,50. И новый бренд Stendhal Paris. Я, правда, не вижу здесь абсолютно цен. Если это бюджет, я вам расскажу и покажу. Вот карандашики для бровей есть. Какой закос на тушек для хайлайтер. Интересно. Помада Jolie Rouge. Очень хорошее качество и приемлемая цена вышла вот в таком новом футляре. Видите, наверное, это на выбор футляр. Очень красиво. Оттенки вот такие. Ну да. Прямо копия. Включила режим хозяйки. Пеку маффины. Так, еще минуточек пять. Ну все. Наши красавчики готовы. Красивые. Достаем. Вот такие маффины получились у меня. Они остынут. Я покажу их в разрезе. Ммм, какой, какой, какой аромат. Так, дегустация. Can you try? Can you divide it to two pieces? I wanna see what is inside. Это изюм и шоколад. Срезин и шоколад. Ммм, очень, очень вкусно. Очень, очень вкусно или нормальный? Нет, очень, очень вкусно. Допустим. Ммм. А вот и обратная сторона жизни в Париже. Так, как сейчас забастовки против пенсионной реформы, то заодно бастуют и мусорщики коммунальной службы. Поэтому сейчас вот Париж потихонечку начинает утопать в мусоре. Париж. Париж. Пока. 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 Париж. 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 Ну и, конечно, самые голодные напали на еду, на вино. Вот был десерт. Террабису, Мельфей. И вот так. Ну, ничего нового. А вот так. Всё, что может быть процессом... Раз пять звонила в дверь. Думала, будут встречать мать. Чутка о ком. Насклавま usar системное электрhö confusing. ноль реакции вот это глубокий сон мадам у нас до соня соня ба сонечка да только можно позавидовать и у нас там такой сон ладно кто много работает тут много отдыхает вот так